Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас вторая часть пустых банок за март месяц. Давайте посмотрим, как всегда, и моё, и Наташина. Начнём с Наташиных банок, потому что они у неё хоть и большие, все, но и достаточно мало. Так, начинаем с самого большого. Маска для волос Epica Cold Blonde. Ну, Натушка блондинка, ей регулярно вот эти средства нужны. Четвёртая литровая банка – это фиолетовые маски. Она абсолютно не сушит волосы, убирает желтизну волос, не окрашивая волосы в фиолетовый оттенок на висках. Волосы после неё мягкие, напитанные с холодным оттенком. На мой взгляд, это лучшая маска из тех, которые я пробовала для нейтрализации жёлтого оттенка. Блондинки берём на заметку, потому что если уже это четвёртая банка, то как бы это очень показательно, я бы сказала. Ну, она действительно фиолетовая, да. Пахнет, я бы сказала, салоном просто. Вот как салонные банки, вот как будто, да, вот что-то такое. Слушайте, ну, это прям отзыв хороший. То есть, поэтому у меня, кто блондиночки, обращайте внимание. Дальше шампунь и кондиционер Matrix Food for Soft. Впечатление от этой парочки неоднозначное. С одной стороны, волосы просто отличные, гладкие, мягкие, хорошо расчесываются, но с другой быстро пачкаются. Обычно моют через день. С этой серией хочется мыть каждый день. Ну, здесь, наверное, просто немножечко не на её тип кожи головы, да, что немножко женит. Но здесь масло авокадо с гиалурозной кислотой, хотя они пишут для сухих волос увлажняющий. Ну, не знаю. Ну, собственно, понятно, что теперь для жирной кожи головы эту серию точно не использовать. Вот. А если вот прям совсем-совсем сухость, наверное, да. Вот такая парочка. Я из такой серии не пробовала ничего, поэтому прокомментировать не могу. Дальше. Тоник для сияния. Пайо. Уже четвёртая большая бутылка этого тоника, который я очень полюбила. В нём прекрасно всё. Со своими задачами справлялся отлично. Больше его сняли с производства. Полностью согласна. Тоник просто one love. Я когда-то там первый раз его попробовала ещё, мне кажется, лет 10 назад. В Ревгоше, как сейчас помню, покупала. В Тульском причём. В Туле. Это такой был проба пирамидно с Пайо. И вот сколько лет. И вот тоже сколько у меня уже таких бадок было. И маленькие были, и большие были. Это была тоже у меня такая же. Это лимитированная какая-то версия была весенняя. Ай. Боль, печаль. Тоник просто идеальный. То есть вот он просто базовый, суперклассный. То есть на любую кожу. То есть сухую увлажнял, да. Жирную не жирнил. Ну, в общем, всё в нём было прекрасно. Но, к сожалению, видимо, больше его не будет. Так. Шампунь для окрашенных волос. Апотерм. Очень достойный шампунь. Отлично промывает. Не сушит, не утяжеляет. Краска быстрее не вымывается. Очень приятный аромат. Повторю, как закончу, большие запасы. Я такой брейк не знаю. Это прям что-то такое минималистичное сугубо. Так. Делают... А, у нас делают в московской области. Аргинин, кератин, молочная кислота, нероли, базилик и бергамот. Надо понюхать. Блин, аромат прям... Необычный абсолютно. То есть если хотите что-то такое прям интересненькое, то, наверное, это зайдёт. Ну, я, к сожалению, воспользоваться таким не смогу. Он сульфатный. Я, вы знаете, сульфатными не пользуюсь. Он... А, он идёт для окрашенных волос. Защиты цвета, да. Всё. Поэтому, девчонки, кто сульфатниками пользуетесь, обращайте внимание. Прям интересно. Спрей для волос Esteele 18+. Уже показывала в пустых банках наибра или декабря. По-моему, в декабре это, наверное, было. Шампунь и бальзам из этой линейки, которые мне понравились. Спрей тоже очень понравился. Имеет текстуру крема. Отлично разглаживает, питает, увлажняет волосы гладкие и не пушатся при этом без утяжеления. Вот такая штука. Ну, тут достаточно большой объём для спрея. 200 миллилитров. Понятно, почему он у неё так долго прослужил ей. Хотя она достаточно обильно перед феном шикается. Вот. Но всё равно. То есть, видимо, очень экономичный расход. Вот. Я не пробовала из этой линейки ни шампунь, ничего. Поэтому прокомментировать не могу. Но вот на сухой блонд зашло. Маска для лица увлажняющая. Миксит. Свит скин айскрим. Так. Маска для лица бюджетная. Очень хорошая за эти деньги. Отлично справляется со своими задачами. Увлажняет прекрасно. Кожа после неё мягкая и нежная. Ну-ка. Ой, а тут она как будто... Как будто скраб какой-то. Надо же. Я думаю... Вот так. Видите? Вот реально можно, если не знать, подумать, что это скраб как будто с частичками. Но пахнет прям ванильно, притерно, сладко. Ну вот, видимо, да. Мороженое. Типа пломбир, наверное, они пытались... Да. С аппетитным ароматом сливочного пломбира. И топпингом из разноцветных микрогранул заставить сердце сладкоежки биться чаще. Ну, в общем, прям Миксит, как всегда. Ну, кстати, да, у Миксит есть неплохие средства. То есть, я знаю, что на этот бренд достаточно много хейта. То есть, но в целом, за свой ценник они вполне себе. То есть, не скажу, что это надо срочно бежать и скупать там всю линейку, да, ухода за лицом, за телом. Нет. Но вполне. Если Наташке увлажнения хватило, значит, это прям действительно очень увлажняющая маска. Потому что она прям сухенькая-сухенькая. Ультррасвежающее средство для интимной гигиены. Сначала средство не понравилось. Показалось слишком ментоловым. Потом я к нему привыкла. На жаркое лето будет просто чудесно. Из минусов отсутствие дозатора и, соответственно, большой расход. В целом претензий нет. Полностью поддерживаю. У меня стоят два таких. В одной квартире, в другой квартире. И вот, думаю, в следующих пустых банках от меня тоже вы ее увидите. Эту баночку. Потому что это просто ван лав. Просто вот из лактоцида самая лучшая. Тоник для сухой кожи. Элемис. Тоник очень понравился. И подошел. Не сушит кожу. Не нежно убирает загрязнение. Снимает чувство стянутости. После умывания хочется полный размер. Я конкретно этот не пробовала от Элемиса. Но если ей хватило именно увлажнения от него, то, видимо, действительно он очень увлажняющий. Пахнет, кстати, интересно. Забавный запах. Ну, вообще, то есть, Элемис. У них есть прям продукты такие прям ван лав. То есть, видимо, это вот как раз один из них. То, что ей действительно очень зашло. Так. Это тоже. У меня это тоже было. Тоже Элемис для умывания. Так. Абсолютно потрясающая нежная умывалка. Никакой супости. Отлично удаляет макияж и загрязнение. Очень нежная. Уже третья миниатюра. Фаворит. У меня тоже, мне кажется, их было в штуке три. И я полностью солидарна. То есть, это прям классно. То есть, мне достаточно очищения в целом, да, от нее. Но при этом даже такую сухую кожу, как у Наташи, он не сушит. То есть, это прям просто, ну, супер универсальное средство. То есть, если даже мы такие разные по коже, и нам обеим понравилось, это прям дорогого стоит. То есть, средство прям пушка. Но ценник куч, конечно. Крем для рук. Карифлейм софткер спитательный. Лучший мой крем. Идеально, отлично увлажняет, питает, быстро полностью впитывается. Очень понравился. Я еще такой не пробовала, тоже хочу взять. У меня сейчас стоит такой же, только защитный. То есть, я его использую перед выходом на улицу. Он прям в коридоре поставила. Вот. Тоже мне очень нравится. Но этот вот, мне теперь тоже интересно, как этот зайдет. Увлажняющая маска для лица Ангиофарм. Маска отличная. Не зря это профкосметика. Отлично увлажняет кожу, подготавливает к дальнейшему уходу. Убирает шелушение и стянутость. Ангиофарм – это один из наших российских брендов профкосметики. У меня многие пациенты, скажем так, пользуются этим уходом. То есть, приобретаем. Это действительно за свою цену очень хороший профуход. То есть, у них очень базовые составы. То есть, не то, что прям сверх какие-то редкие компоненты или еще что-то. Нет. Они просто хорошо делают свою работу. То есть, я не скажу, что у них все средства прям вау. Тоже мне в целом никогда я своим девочкам не назначаю, да и мальчикам тоже, что-то вот мы берем один бренд и все. Нет. Это чаще всего всегда сборная солянка. То есть, ну, Ангиофарм часто в этой солянке присутствует. Поэтому косметолог подтверждаю. Блеск для губ. Luxe Visage Dragon Glass 3D Volume. Блеск понравился. Носила вместо бальзама для губ. Очень бюджетный. На морозе не замерзал, не растекался, не скатывался. Не особо липкий. Аромат жвачки доставлял нереальное удовольствие. То есть, вот такая штука. У меня из этой серии не была. Мне тоже на них смотрела. Надо как-нибудь тоже попробовать. Да, пахнет прикольно. Так, тканевая маска. Лимонит, жемчужная пудра. Хорошая бюджетная маска. Отличная лекала. Прекрасная пропитка. Ну, лимонит, кстати, да. Масочки прикольные. Скраб для тела. Балея. Очень легкий скраб. По текстуре гей для душа. С множеством отшелушивающих частиц. Очень приятный аромат. И отличное средство. Ну, опять, Балея у нас, как всегда, хорошо. Теперь добиваем моё. Ну, как всегда, да. Вся история начинается с ватных дисков. Это у нас сегодня я самая. Хлопка льняные. Хорошие диски. Ну, и, конечно же, от Alpique Air влажные салфетки. Куда же без них. Постоянно беру, вы знаете. Дальше. Никотиновая кислота. От Мирола. Тоже сейчас борюсь со своим волосопадом. Регулярно использую. Отлично. Волосы не пачивает. И мне тут поступал вопрос в комментарии, что не воняют ли волосы после неё. Нет, волосы после неё не воняют. Нет, волосы очень сильно воняют после витамина группы В, в частности, В12. Вонище стоит просто немоверное. Вот это здесь всё нормально. Так, мыло для кухни от Faberlic с ароматом зелёного чая. Обожаю. Вы знаете, Faberlicовские мыльцы всегда-всегда в ходу. Жидкое мыло от Aura. Зимний уход. Здесь он таким, типа, ягодсками пах. Единственная к нему претензия. Он немножко жидковат был. То есть, за счёт этого великоват расход. Но, в целом, как бы претензий к нему нет за свою цену. Тем более. Руки не сушил. Так, парочка моя закончилась. Моего ухода. Умывалка от Кадали. Серия Винопюр. Очищающий гель. Обожаю уже. Тоже не первый раз. Это у меня банка такая. Миниатюрки были. Кадали вообще в целом вот эту линейку Винопюр очень люблю. Мне нравится. Кожа не сушит. И очищает отлично. И тоник Атори Джинс. Мега Машум. Который тоже отличный тоник. Увлажняющий. Успокаивающий. То есть, на него, то есть, любой уход. Всё прям отлично залетало. Вот. Да, они прям супер бюджетные. Но мне прям очень зашло. А, ещё одно мыльце. От бренда Ориент Гарден. Это у нас кедр из шалфей. Покупала в Ривгоше. Супер классное мыло. Пахнет, вот если хотите, неизбитые какие-то ароматы. Что-то такое интересное. Это вот вам туда. В Ривгоше. Вот на каких-нибудь скидках. Прямо хватить. Это, конечно, будет подороже. Там, чем в Берлик, например. Или ещё что-то. Но это прям очень классно. И расход у него просто какой-то вот микроскопический. То есть, суперэкономично. Оно густое какое-то. То есть, при этом хорошо промывает. Руки не сушит. В общем, восторг, а не мыло. Прямо крайне советую. Мама вкинула пустые баночки. Очередной тоник от Клея. Увлажняющий. Белорусы. Ей нравится. Всё хорошо. Дальше. От неё же гель для бровей и ресниц. Прозрачный. Это у нас римль. Тоже, она говорит, он какой-то просто был нескончаемый. Вот такая вот щёточка. Очень удобно. Всё прочесывалось. Всё фиксировалось. Но у моей мамы брови не суперактивные, поэтому... Вот. Но ей хватило. Дальше. И две подводки. Одна была чисто её. Это Клиник Претя Эдди. Так. Ну, уже я ничего не покажу. Она всё это в ноль угрохала. Здесь, что приятно, кисточка. То есть, если вы не любите маркера, это прям кисть. Мама говорила, что очень удобно. Ей прям зашло. И подводку. Ещё это она у меня отжала, скажем так, Huda Beauty. Тоже лайнер. И он тоже с кисточкой. И она тоже его практически добила. Она говорит, он уже когда начал подсыхать, начали вот эти вот ворсинки, да, на щёточке расползаться. Говорит, уже стало невозможно краситься. Она говорит, ну так, с точки зрения стойкости, ей понравилось. Потому что я помню, что у меня как-то были проблемы с этой подводкой. То есть, она у меня как-то немножко плыла. Но на маме вполне себе норм. Дальше от Evelyn. Мультисептидная сыворотка. За свою цену. Очень приятная. Хорошее увлажнение. Прям такая плотненькая кожа после неё. Отлично покупала в подружке. Тоже претензий нет. Не оставляет ощущения липкости. Потому что бывает... Я знаю, что многие не любят. Этим грешат часто сыворотки с гиалуронкой в составе. Потому что от неё прям липко. Ну, это вот за счёт гиалуроновой кислоты. Здесь ничего такого нет. То есть, сверху клала кремушек. Всё отлично. Крем для рук. Арконе. Экстра. Ну, я так предполагаю, эстра увлажнение. Питание. Что-то такое. Да, экстра увлажняющий. В Турции покупала. Девчонки, блин. Это просто один из лучших кремов для рук. Вот насколько он напитывает. Насколько он классный. Насколько он прям ух. То есть, если вот вы суперсухие руки, это вот сюда. Если в отпуск собираетесь, если где-то кто-то едет в Турцию, прям просите. Потому что это прям суперклассное средство. Я даже не думала, что крем для рук может прям вот вау. Вот один из лучших просто средств для рук, то, что я пробовала. А, вот мама еще вкинула масочку от Би Бьюти, тоже турецкая, с кокосом. Здесь про эти маски тоже я вам говорила, что они достаточно активные. Здесь много пропитки. И они могут немножечко пощипывать лицо, но потом все хорошо. То есть, как бы не аллергия, ничего. Просто очень такой активный состав пропитки. Поэтому обращаем внимание тоже, если вы вдруг в Турцию собираетесь в этом году. Имеет смысл приглядеться. Дальше. Джелли маск. От бренда Мистер Скраббер. Бренд украинского производства. У меня еще стоит... Это был набор. Еще скраб для тела у меня сухой. Он такой по стилю похож очень на реше. Это прям вот один в один. Только украинской версии. Отличная маска. Классная. Претензий нет. Она действительно джелли маск. То есть, это прям действительно... Ну, тут уже чуть-чуть осталось. Она прям превратилась реально в какую-то желешку. Вот. Пахло очень приятно. Действительно увлажняло. Такая цитрусовая. То есть, претензий к ней не было вообще никакой. То есть, отличное средство. Но, к сожалению, у нас этого не купить. Дальше. Спрей от Аравия для волос. Для роста волос. Тоже сейчас борюсь с волосопадом. Вы знаете. Показывала вам, собственно. Вот уже две банки угрохала. Одна, собственно, от Аравии с биотином. И одна от Рише. Что могу сказать? Мне, вот в сравнении, да. Мне они понравились в целом одинаково. Но Рише чуть больше. Просто почему? Более такой централизованный носик. То есть, его хорошо пшикать по проборам. Потому что у Аравии он более вот такой дымкой, пшикой. И я периодически от него задыхалась. Поэтому, наверное, его больше не повторю. Ну, хотя, может, и возьму. Но волосы не пачкал. К нему нету претензий как таковых. Именно, что там плохо с ним как-то носится это все на волосах. Нет. Вот. У меня претензия только за счет вот распыления. К Рише вообще претензий нету. Классный аромат. Пахнет просто нереально. Смятой. Все это очень свежо. Прямо холодочек. Все это хорошо потом, да, стимулирует рост волос. Прямо мне зашло. И эффект первый я уже вижу. У меня намного меньше волос на расческе. Во время мытья в ванне, соответственно. То есть, прям средства рабочие. Рабочие лошадки и недорогие. Дальше. Сыворотка от Summer Fridays. Из отрен календаря. Из Куйбьюти, по-моему, была. Отличная сыворотка. Использовала утром. Думала, что сыворотки я обычно все-таки на ночь предпочитаю. Но здесь это отлично заходило под мой кремушек от Кадали матирующий. Крем еще не закончился. Еще по-прежнему в ходу. Но сыворотка закончилась. Все. Классная, выровненная какая-то кожа. Очень такая приятная, мягкая. То есть, претензий тоже к нему нету. Кроме цены и доступности в РФ. Для волос еще от Reflame серия Love Nature. Это горячее масло для сухих волос. То есть, здесь что мы делаем с этим? Вот этот тюбик, он изначально с носиком закрытый. Это уж я когда вскрывала. Мы его ставим в горячую воду. Он разогревается. И весь вот этот состав мы наносим на длину. Я на корни не наносила. То есть, мне важно было вот именно вот это. Уже не первые мои вот эти тюбики. Уже я не знаю, сколько у меня их было. Периодически покупаю, заказываю. Классный эффект. Это прям вот когда хочется масляное какое-то такое типа обертывание сделать для волос. Это вот прям оно. Прямо сюда. Ну, единственное, что на свою длину я использую два, потому что... Ну да. А так средства отличные. То есть, в Reflame они сейчас, по-моему, немножко тюбика по-другому выглядят. У меня это старенькая версия. Поэтому имеет смысл попробовать и заказать. Если еще не пробовали. Так. И последние две баночки. Значит, первый у нас Vivienne Sabo. Гель желе. Должна была показать в прошлых пустых банках. В итоге оно у меня куда-то закатилось. И я потом уже, когда все отсняла, увидела. Думаю, ну ладно, пойдет в мартовский. Отличный гель. Израсходовала в ноль. Он, кстати, уже прям даже тут подсох уже прям белым каким-то налетом пошел. Ну, а пока я использовала, то есть, все с ним было отлично. То есть, просто чистый гель. Зализывал брови прям вот железобетонно, как я люблю. С эффектом ламинирования. Суперсредство. Претензий нет. С удовольствием бы повторила. И последний люкс-визаж. Это у нас серия жидких теней Metal Hype. У меня оттенок 2. Сейчас я попробую что-нибудь вон тут вышкрести. Они уже, потому что еще и подсохли. Сейчас. Очень базово, очень на каждый день. Сейчас на текстуру уже не смотрим, потому что уже они подсохли, скомковались немножко. А так, то есть, когда они в ходу, в рабочем, да, то есть, здесь все окей с ними. То есть, это все ровно ложится на глаза, все хорошо держится, они стойкие. То есть, претензий вообще ни одной. Все. Пустые банки за март разобрали. Как всегда, достаточно много получилось. Надеюсь, было интересно и полезно. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.